МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин региона у студии Олена Белешанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Почали деяничать изменения у наличия неплаты за жильево-коммунальные послуги. Какие нововведения нас чекают? Зачем приехали сюда? Что хотите? Подойти к иконе. У Быховским Баркалабове отзначают свято образа Баркалабовской Божьей Мати. Якое надвор я чекаю в ближайшие дни? Глядите в выпуск. На Могилешине протягивают ликвидовать наступство стихии. Нагадаем, замоцных дожжоу потерпев широк населенных пунктов. Так, у авторок увезцы Бурсуки, что под Могилевым садового товарыства «Химик-2» ротовальники эвакуировали 14 человек. За их двоих ворых. Люди опынулись в полоне воды и были адресаны от внешнего свету, как кажут специалисты с заразлива раки Лахва. У низменной мясовости собралось ашмат ливневых вод. Подтопило 72 дачные дамы, 58 господарших побудов. Рост у зровня воды досягнул больше за полметра. Даже хоров везки супрацовники Министерства по незавычайных ситуациях добирались а на лодках. На их же и переправляли людей. Ворога мясового жахара ротовальники несли на пероносцы, а вслед за им переправили и сам ложек. Мужчину отвезли до сына у Могилев. Еще одну потерпелую эвакуировали с речами и котом Каспером у рюкзаку. По улице Струшня у Могилеве на некольких проседебных участках сошел опоузень. Люди не потерпели, однако в моемости нанесена великая шкода. Жахары сами вывозят бруд и другие сутки. Ей ждут до помощи от городских службов. Ганна Рыбакова на Струшні живет уже 30 годов. И такого разгулу стихии не памятая. Усё сдарылась и мгнена, а вось наступствы долго терминовая. Брудом змыла градки, поломала древы, а замес асфальту, что поклали летость, тепер толстый пласт земли. Больш за всех досталася собаку Цезару. Глаза тебе наглядеть, а мы не можем ничего сделать. Понимаете, вот такого, затусывала, ну и всё. По одной ноге вычагали собаку. Уперших до помощи попросили у выротовальников. Приехал МЧС, посмотрели, мы вам пока ничем не можем помочь. Если есть свои силы, вы очистите, чтобы животные стоят 12 часов не кормлены. Он говорит, вы своими силами очистите. За працу взялися муж могилючанки и зяті. С восьми утра, но тачек, наверное, 30. Это нелегкая работа, я хочу сказать. Помощи нет кого. А куда всё вывозите? Вывозим на дорогу кучу. Сказали вывозить. Вывозим на дорогу. А как дальше будет, неизвестно. За допомогой жахары Струшни звертались и до городских коммунальников. Телеканал «Беларусь 4 могилю» протягивается, что за ситуацией на Струшни. Алена Соловьева, Виталий Алексеенко, Новины региона. У Беларуси переглядили парадок разликов и унесение платы за жилёва коммунальные послуги. Некоторые спожилцы смогут меньше платить за электроэнергию, некоторые за вывоз сметя. Продуглежены скидки на оплату отепления при наявности индивидуальных лечильников. Основные смены адлюструются у коммунальных платёжках за липень. Остатние уступают у силы только спешего костричника. С новоувядениями познайомились наши корреспонденты. Постановление Совета Министра у Беларуси по удосконалению подыходов до наличения платы за жилёво-коммунальные послуги принято маль месяц тому. И, как не переплачивать теперь за пылные жилёво-коммунальные послуги, спожилцы сами обвязаны написать ответную заяву у Мясцоба ЖКГ. Але многие могилючане про изменение не чули. До прикладу, за электричность и газ в баллонах по льготным тарифе теперь можно платить по двух адресах. Наверное, если у одного из них вы не зарегистрированы. Однако, скрыстаться этим могут только пенсионеры и инвалиды. И при пылной умове. Они могут зарегистрироваться там по месту пребывания временного. Написать заявление, что они просят начислять жилищно-коммунальные услуги по тому месту, где они находятся в настоящее время. Кто на лето переезжает у загородный дом за вывоз смети, теперь может платить там не круглый год, а по факте знаходжения. В деревнях, когда выезжают на дачи, на дачные участки, у нас возникало очень много обращений граждан, что они там находятся только в летний период, в зимних там нет. Но им приходилось оплачивать обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас они освобождены от этой платы. С первого кастричника предогляджены льготы для тех поживцев, у кого установлены индивидуальные лечильники тепла. Однако, докладнили у областной ЖКГ парадок разлику по этих приборах еще у распроцовцы. Кристина Кранкевич, Тетяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новина региона. Безгосподарный будинок горы у Могилёвы по улице Крупская. Как поведомили в областном управлении Министерства, по надзвычайных ситуациях, телефонование про пожар поступило в понеделок у вечера, и ротовальники сразу выехали на место здарения. Кари машины прибыли на место пожару, дах будинка горыл открытым полымем. Увы, никуда сгорыл, пошкоджены перекрытия. На счастье, обойшлося без охвяр. Як удокладняют у областном управлении, по надзвычайных ситуациях, одноповерховый цегловый будинок был без электричности и долгий час не эксплуатовался. Кому он належит, зараз высветляют специалисты, устанавливают яны и причину у сгорания. Амаль кожный день ягодно-грыбного сезона на Могилешине шукают людей, которые заблокали у леса. Зараз активизовались аматоры тихого полевания. Там у ротовальники в черговый раз нагадывают правила безопасности в леса. Уходя в лес, прежде всего, нужно помнить, что нужно взять с собой спички, нож и часы по возможности. Также нужно сказать своим родным и близким, куда вы идете, в какую сторону, по крайней мере, где вас возможности, можно искать. Также не нужно забывать, что если вы нуждаетесь в каких-то медикаментах, то, конечно, нужно с собой взять какие-то лекарства. Такие элементарные правила и безопасности могут допомогать не сгубиться, поколь сбираете ягоды тихо рыбы. А кроме агитыха, треба отказно подходить до выбора одзения, у яким гуляете по лесу. Ваша зеленая кофточка будет сливаться с зеленью, поэтому белый цвет хороший. Он будет виден достаточно довольно хорошо в лесу. А по поводу обуви? По поводу обуви, как вам удобно. Уже ничего. Да. Ну, если пойдете босиком, то явно вам простуда будет правильно. Она будет вам по такой погоде, вы приобретете простуду. Ага. Ну, то есть самое главное – это яркая одежда, чтобы она выделялась. А когда случилось, что вы все-таки сгубились, ротовальники подкресливают – головное не паниковать. Супокоиться и потелефоновать родным, да помогшись может и навигатор у телефона. Ну вот, широта и долгота. По этим точкам, это мы сейчас находимся в этих точках, по этим точкам мы вплоть до того, что до одного метра можем найти человека. А в оси мхи на древах – не самые добрые помощники. Живое дерево. Скажите, где на нем? Север, где юг? Обходим? Пойдемте, поищем. Вот обошли вокруг дерева, однако нету мха, ну нету ничего. И сказать, где север, где юг – единственное, что ориентироваться по солнцу. Но в такую вот погоду ориентироваться по солнцу явно не получится. Его просто нет. Но, как показала питание горожан, я нынче отдаю права природным ориентирам и классичным сродкам безпеки. Далеко не ходить, а если потеряешься, то смотри на солнышко, туда как можно выйти. Не потеряешься очень просто, надо взять азимут, посмотреть, скуда пришелся. Вот компас. По компасу? Все. Только компас писать. По муравейнику, по солнцу. Слышим, где железная дорога, где шумит поезд, значит, там проходит железная дорога, мы выходим до дороги, выходим на вокзал. И все ж таки ротовальники подкресливают, коли человек неуполнен у своих веданних лесу, коли час от часу подводить здоровье, коли с узростом силы уже не тая, есть и холодное правило выживания. Ежели кто-то у вас любитель из пожилых родственников, то, наверное, просто нужно уговорить их не ходить. Потому что, наверное, лучше остаться без варенья, чем потом всю свою жизнь себя корить. Дарья Семенько, Александр Тарасов, Новин Региона. 24-го липеня у Быховским Баркалабове у свято-узнясенским жаночам монастыры отзначили свято. 359 годов сполнилась с того часу, як тут з'явился образ Божией Мати, який православные верники лечать судотворным. На прихожая свято на урочистую службу у монастыры собралася шмат людей. Пешу хросным ходом на автомобилях верники, что годы мкнуться у свято-узнясенский монастыр на Быховшине, где заховывается образ Баркалабовской Божией Мати. С праздником, дорогие мои! Это чудесный день всегда бывает. Мы всегда великая радость, потому что большое, множество людей приходит прославить Божию Матерь, Ее Божественного Сына. Паводли легенды, в 1659 годе у Баркалабовской монастыры испынился князь Семен Пажарский, який вертауся с польского похода. Отколь у его обозе з'явился образ невядома, але паданне хаворы, что кони, який весь литой обоз, не взрушились из места, поколь образ Божией Мати не покинули у монастыры. Конечно, много икон Божией Матери в мире, но каждому дорога та, которая находится в родном, месте, в родном уголке. И для нас такой дорогой иконой является Баркалабовская икона Божией Матери. Пусть Божия Матерь хранит всех нас под своим благодатным покровом, хранит нашу землю. У гонор свята монастыр убраны у кветки. Для монастыра и Бабруйской епархии это халонная урачистысь году. Я с 60-х годов тут на месте старожитного Баркалабовского монастыра не было ничего, просто голая поляна. Теперь же в судовном месте на березе Днепра стоит про его же монастыр. Сегодня тут живут 15 монахиньев. Монастыр развивается и сюда заусюду имкнутся люди. Зачем приехали сюда? Что хотите? Подойти к иконе в этот праздник. Какого чуда будете у нее просить? Счастья, здоровья, всего самого лучшего. Подвести до образа у таким натолпеня просто и побачить на своей вочи урачистую службу так само. У храма не мать где упасть и яблоку литерально. Там у на улицу ведется трансляция. И люди могут вольно отчувать себя на территории монастыра. Какого чуда хотите для себя и для людей? Мира и здоровья самое главное. Хочу, чтобы люди были добрые. Этого достаточно. Бог любит всех людей. Какого чуда здоровья, как обычно. Чтобы все хорошо было в семье. Чтобы с детками было все хорошо. Любви всем. Чтобы все было хорошо у всех. Головный храм монастыра Иоанна Пратсечи. Некольки годов тому расписал Мастак. Ця первый кладчик Белорусской Державной Академии Мастатства Антон Бельский. За свою працу он был отзначен из специальной премии президента. У монастыры рассказали, что у селетнем жнивне Мастак протягни свою працу у храме. С праздником! Илона Иванова, Виталь Алексеенко. Новины региона. Ровно на 12.01 Хотимск пераутворился в город Припять. Тут вздымают эпизоды мастацкого фильма, працонная назва якого – Чарнобыль. По словам режиссера-постановщика Алексея Мурадова, Хотимск для вздымок этих эпизодов обрали не выпадково. Тут Дагытуль захавался и працуя один и на постсоветской просторы тагочасный аттракцион «Кола Агляду». Тому у Хотимским парку у приватности вздымают эпизоды с життя Припяти до выбуху на Чарнобыльской атомной станции и после. На тематичные проекты и классику жанру селета зробит акцент организаторы «Великой бар-трыбалки». Международное музично-спортивное свято пройдет 27-го, 29-го липеня на березе Чагиринского водосховища в Быховском районе. На фесте чекают гостей из восьми краин – Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Словакии, Грузии и США. В основной программе «Фесту» организаторы заплановали творческий проект «Сто годов Александру Галичу» и концерт песен у Владимира Высоцкого. Рыхтуются до презентации программы «Без межау» с уделом немецкого рок-музыканта Тина Айсбрнера и белорусского канавца Вольгии Залеской. Не меньше цикавый будет и музычно-поэтичный проект «Поэзия» о выконании гостей из Украины и России. Наведуюсь в «Фесты» специальные гости – «Барт» и телеведучий «Бар из Бурда». С сольным концертом выступит и актер Алексей Ивашенко. Знов на «Барт-рыбалцы» будет ладиться и международный проект «Суседи», у яким гости спевают на мовах своих краин. Пройдут гостей фестивалю традиционные конкурсы авторской песни, рыболовное споборництвы, открытый турнир по пляжным волейболе сарот аматров и профессионалов, кулинарный конкурс «Кермашсмако» и проект «Королева Барт-рыбалки». Оранжевые узрови небеспеки обвестили на сираду синоптыки. Знов чекаются дренные умовы надворья, дожжи и навальницы. У той же час, по прогнозе синоптыка, температура поветра усе ровно довольно высокая. У ночи – плюс 15, плюс 20 градусов. У день – 28, выше за ноль. Але при навальницах порывы ветру будут досягать 14 метров за секунду. Практично такое же надворье прогнозуется и на четвер. У пятницу – так само в облашне с прояснениями. При навальницах ветер с порывами до 14 метров за секунду. Але слупок термометра потягнется у верх. У день чекается навыц спякота до плюс 29. Актуальная новина про життя в области можно знайсти на нашем сайте